всем привет никого не хочу обидеть но разговор сегодня наш не длинный будет о группе pink флойд группа пинк флойд вот такое переиздание у меня есть всем пинк флойда манам известная по-моему последнее из бесчисленного количества переизданий первая пластинка the paper the gates of dawn если кто не в курсе ну переиздание переизданием на оригинал я пожадничал денег в свое время да сейчас и подостыл уже в поисках оригинала но у меня есть оригинал вот такой и на сп первые два альбома пинк флойд в одном флаконе это не сборник можно сказать такая номерная пластинка в отличном состоянии вот она настоящая вышла напомним 74 году сми память не изменяет издание французская патте марконе компания и любой пинк флойда ман настоящий вам скажет что патте марконе звучит но если не лучше всех зданий пинк флойд то в числе лучших переиздание бесчисленное множество этой группы этих пластинок но патте марконе это одна из лучших компаний которая лучше всего делает звук пинк флойд скажите там да англия япония траляля не надо ля-ля у меня очень много знакомых пинк флойда манов а кто такой настоящий пинк флойда ман настоящий пинк флойда ман это человек у которого на полке стоит 15 пластинок доксайтов демон например разных компаний разных стран разных изданий и там можно сравнить или там 20 альбомов атом хард мада например тоже разных япония вам там и англия и все что хотите и все что угодно это такие настоящие пинк флойда ман и в законе как бетломаны таких таких у меня таких еще больше а еще у меня есть один человек у которого порядка 200 пластинок deep apple например вы будете смеяться но они все разные вот так вот но я сейчас не об этом я о том что настоящий пинк флойда маны патте марконе считают вот такой вот штукой два первых альбома пинг флойд но я хотел поговорить все таки вот об этом ну об этом то об этом тоже он здесь тоже есть вот the paper the gates of dawn и source full of secrets присутствует все все это здесь вот the paper the gates of dawn первый альбом пинг флойд которые многие в том числе я считают лучшие записи этой группы а многие ненавидят и говорят что это полная лажа и вообще играть не умеют и сид баррад торчок который ничего хорошего группе не дал так вот сид баррад дал группе все вообще все что есть у пинг флойд все им дал сид баррад а они с годами все это просто растронжиривали растронжиривали и растронжирили окончательно так что не будем тут пластинка когда она вышла она вызвала потрясение причем потрясение у всех и у критиков что удивительно потому что критики на той критики чтобы критиковать и смешивать с грязью высокий полета высокого духа артистов и у фанатов пинг флойд которых на тот момент времени было уже достаточно потому что группа была очень популярна во всяком случае в лондоне постоянно давала концерты ездила в туры уже не только в лондоне а в разные другие города и весе в частности в тур с джимми хендриксом это много с кем они ездили в туры с хендриксом они ездили подружились играли друг друг для друга хендрикс называл баррад это веселый сид по моему так они даже там что-то вместе импровизировали но записи не сохранилось к сожалению а баррад это я вполне себе ставлю на одну доску с джимми хендриксом и не только я многие из тех кто имеют отношение к гитаре к электрической играют на них и слышат то что сыграно здесь во всяком случае а сыграно здесь чрезвычайно много чрезвычайно необычно чрезвычайно интересно очень технично и очень кайфово вот что я могу сказать про эту запись баррад на тот момент времени на момент времени этого альбома являлся с жутким перфекционистом и вымотал всю группу до седьмого пота включая звука режиссера звука инженеров вы все знаете наверняка что записывался альбом параллельно с пластинкой the sergeant peppers lonely huts club band группы the beatles за стенкой буквально работали beatles а здесь работали пинк флойд и время от времени пересекались слушали что у кого получается кое-что заимствовали например звук барабанов здесь заимствован у ринга стара такой приглушенный немножко ненормальный барабанный тембр я бы сказал такой вот как у ринга стара на сержанте пеппере так и здесь звук очень похож битлз тоже кое-что заимствовали брали у пинк флойд в частности работу с реверберации а это не так просто как кажется что включил ревер этом ревер используется как отдельный музыкальный инструмент с ним можно делать настоящие чудеса которые делали и битлз и в основном пинк флойд на этом альбоме чем удивили всех гитарный тембр баррета это что-то вообще отдельное как он добивался такого звука мне непонятно до сих пор я не знаю что он использовал какие усилители он использовал и как располагались микрофоны у этих усилителей чтобы так звучала гитара это сугубо индивидуально конечно ну а то что здесь сыграно это классика рок-музыки и без этого альбома британский рок в общем то не существует также как и без пластинок группы битлз это одна из корневых конечно записей и баррета здесь абсолютно явно является звездой высочайшего просто уровня высочайшего калибра грандиозного масштаба его голос неповторимый чистейший с одной стороны чистейший чуть-чуть еще юношеский но сильный мощный уверенный многоголосье он здесь поет исключительно хорошо сложные мелодии пропевает а то что он играет на гитаре это просто уму непостижимо это можно сравнить как раз вот с джимми хендриксом но в другой манере абсолютно в другой манере но я не говорю о том что он привнес игру слайдом в рок-музыку до него слайд это был прием исключительно блюзовые черных артистов баррет его ввел абсолютно сказать естественным образом в английскую рок-музыку да еще с реверберации и все это взял потом гилмор и так до сих пор и играет слайдом на всех абсолютно альбомах баррет ему подарил вероятно свой слайд вот это да на палец который надевается гилмор его освоил их у хотя гилмор и глав играл блюзы самостоятельно еще и добара тому же блюзман изначально был ну такой поп-поп-блюз играл с вау педали устал работать барретт здесь одним из первых и многие говорят что хендрикс заимствовал него манеру работы с вау педалью а там тоже манера разная там тоже по-разному можно играть использовать эту примочку ну вот гастроли совместные с хендриксом и прослушивание записей друг друга они очень много чего дали что здесь играется барреттом что здесь играется остальными музыкантами pink floyd это это просто сказка ничего подобного больше в рок-музыке я не слышал а я слышал много чего мы ничего похожего нету просто потому что если брать космическую музыку группы хоквинт она абсолютно другая это это такой космический панк-рок я бы сказал чем он мне и нравится кстати чем он мне и мил к моему молодежному сердцу космический панк-рок здесь не космический панк-рок здесь музыка с большой буквы м я не назову это не психодели не артроком не поп-музыкой не тяжелым роком ничем это совершенно отдельная музыка не похожая ни на одну ни на какую из пластинок записанную какой бы то ни было рок-группой английской американской финской какой угодно многие потом уже после этого альбома стали делать похоже но все было все равно не так я не скажу хуже лучше это вообще не предмет дискуссия об искусстве что лучше что хуже астрономия домино двухголосье трехголосье барабаны вот эти вот придушины рингостаровские но в другой манере сыгранные мощь гитарных аккордов баррета и чистота исполнения а я уже сказал что баррета здесь привел себя перфекционистом и гонял группу и в хвост и в гриву и добивался идеального воплощения того что написано того что придумано чтобы никаких косяков никаких тембральных пересечений чтобы не бились тембры друг с другом он не являлся профессиональным звукорежиссером что естественно что не обязательно для музыканта совершенно за кореша это отдельная профессия и он сидел часами крутил ручки наугад ловил просто ловил так чтобы тембры не не бились не пересекались не не душили один инструмент не душил другой чтобы все это было слышно чтобы все это звучало и дышала это адская работа но это было интересно и музыканты этим занимались но там не только баррета сидел за пультом там подключились все в общем-то и в результате получился шедевр трудозатраты оправдались астрономии домина люцифер сэм странная очень барабанная такая штука по сути вроде бы тяжелый рок но не такой тяжелый рок как у всех на тот момент времени и на этот момент времени потому что барретт не использовал в написании песен штампы построение песен поп-музыки куплет припев проигрыш куплет припев куплет припев финал повторяющиеся мелодические фразы повторяющиеся мелодические фразы в рефренах ничего этого здесь нет здесь все по-другому здесь такое количество мелодий в каждой песне которые можно сравнить только только с тем что делал пол маккартни на сольниках на своих на там бен он деран если брать песню да там в одной песне 45 мелодий которые можно расчленить и из каждой сделать отдельную песню а то и не одну вот у баррета то же самое в каждый в каждой из этих песен и люцифер сэм и матильда мада потрясающая вещь музыкальная настолько что просто бери ее разрезай на куски и записывай отдельную пластинку из одной только песни матильда мада можно накромсать материала на целый альбом спокойно легко я могу поспорить с кем угодно потому что столько мелодических ходов столько гармонических каких-то таких штучек интересных столько музыки в каждой песне то есть это просто распирала у него музыкального материала в голове было столько сколько сколько не бывает просто так не бывает это просто это гений настоящий гений был на тот момент времени а гений долго не живут как мы знаем к сожалению либо физически либо духовно либо морально гениальность она штука тонкая и разбрасываться нельзя флеминг барретовская вещь настолько глубокая по музыке хотя кажется легкой с одной стороны легкой легкой тяжелой роковой музыкально очень много очень много в ней всего и немножко проигрывают полотна power touch ну так по-другому написаны которые написано всей группы и полотно waters ты карта и статоскоп and walk но ничего впереди interstellar overdrive один из самых знаковых знаковых рифов рок-музыки гитарных то есть если брать 10 самых главных рифов гитарных в рок-музыке там смог он да вот а что там еще сэти сфэкшн но еще что-нибудь в десятку лучших входит абсолютно точно и как баррет играет одноголосие потом переходит на аккордовые штуки по рифу с удивительным звуком наложено еще три-четыре гитары в разных местах тембрально расставлены все и все это на четырехдорожечный магнитофон записано это адская работа либо это дыхание гения просто потому что так вот взять и записать на четыре дорожки такую мощную сюиту а там еще барабаны вас до клавиши еще масса технических звуков разных индустриальных скажем так это нужно умудриться постараться и только гений может с этим справиться gnome chapter 24 the sky crow веселая и байк под конец развеселый разудалый потому что юмор в рок-музыке необходим хороший рок-музыки без юмора просто не бывает если юмора в ней нет это скука и тоска а вот это не скука не тоска это действительно гениальная музыка что было потом был суп с котом об этом мы говорим в другой раз пошел пить пока